Сегодня я хочу познакомить вас с еще одним неприхотливым растением, буквицы садовые. В сады пришла она из дикой природы, но в частных садах встречается незаслуженно редко, хотя может украсить любой цветник, особенно в природном стиле. Характер у нее замечательный, неприхотливый, зимостойко, засухоустойчиво, красиво, декоративно весь сезон, легко размножается, не агрессивно, компактно. Что еще нужно? И листья у нее симпатичные, похожие на листья мяты, но намного крупней. Край листа оформлен зубчиками. Насыщенный зеленый цвет листьев и их интересная форма позволяют сохранять декоративность кустика до и после цветения. Розетка пышной листвы может служить и в качестве почвопокровного растения. Высота ее чуть больше 20 см. Растение принадлежит к семейству губоцветных. Нижняя часть трубчатого цветка напоминает надутую губу. Цветок начинается от цветоноса трубочкой и в конце расширяется в воронку с отогнутыми лепестками. Размер цветка в высоту около 3 см. Оттенки соцветий у буквицы встречаются от сиреневого и розового до темно-малинового. Каждый цветок вблизи напоминает львенезев или маленькую орхидею. Обилие этих нежных цветочков на цветоносе, который достигает в длину 50 см, создает впечатление одного большого цветка. Природная простая красота буквицы крупноцветковой делает ее неповторимой. А что же любит эта красавица? Ведь должны мы ей создать наилучшие условия, чтобы увидеть ее в полном блеске. Конечно, есть у нее свои предпочтения. Солнечное место, плодородная почва, хороший дренаж. Такие условия создать несложно. Я когда впервые завела это растение у себя в саду, почему-то подумала, что растение это лесное, и посадила в тень и поливала почаще. Она цвела, я радовалась, потом дала кусочек своей знакомой и через год навестила ее. Знакомая хитренько на меня посмотрела, взяла за руку и сказала, пойдем, чего покажу. То, что она мне показала, было невероятно. А показала она мне, как вы догадываетесь, мою буквицу. Только это было совсем другое растение. Посадила она ее на солнце и в плодородную землю. Это была гигантская розетка с пышными соцветиями огромных цветов. Я, честно, даже не узнала в ней буквицу. Ведь кроме своей, другие-то не видела. И считала свою красавицей. Так вот, моя была не красавица, а просто замухрышка. Так что, если хотите красавицу, поражающий взор, сажайте на солнышко. Подсыпайте при посадке песок, если у вас глинистая почва, и не жалеете перегноя или компоста. Высадку в открытый грунт можно производить весной, в апреле, когда почва еще сохраняет влагу после зимы. Посадка летом возможна при обеспечении регулярного полива. Осенняя же посадка должна производиться не позднее сентября, чтобы растение успело подготовиться к зимовке. После укоренения это растение не требовательно к поливам. Одного раза в неделю достаточно. Горная красавица неплохо переносит засуху. От недостатка влаги вид растений не портится. Гораздо хуже действует на нее избыток воды. Листья у куста разваливаются, прикорневая подушка становится неопрятной. Цветонос сильно вытягивается. Подкормки буковицы необходимо проводить три раза в сезон. Весной, когда растение просыпается. Перед цветением и после цветения на одно растение достаточно половины ведра перепревшего навоза или компоста и горст комплексного минерального удобрения. Цветение буковицы начинается в июне и продолжается около трех недель. Согласитесь, это достаточно долго для травянистого растения. После окончания цветонос обрезается и остается красивая подушка листьев. А как же ее размножать? Да очень просто. И делением кустов весной, и семенами, и черенками. Самый надежный способ размножения – деление куста. Весной, как только растение полностью появится из земли и поднимется на высоту 20 см, кустик выкапывается полностью, корневище делится на несколько частей в зависимости от его размера, растения высаживаются на расстоянии 30 см друг от друга. Деление можно осуществлять и в августе. При весенней посадке растение зацветает в тот же год, но цветение будет не очень обильное. Семенами буковицу вырастить сложнее, так как они должны пройти стратификацию в течение нескольких месяцев. В домашних условиях обеспечить должный температурный режим не всегда получается. Проще посеять семена буковицы под зиму. Цветение при посеве семенами можно ожидать через 2 или 3 года. Ну а если для размножения жалко выкапывать растения, есть более гуманный способ размножения черенками. Черенки выламываются от основного куста с кусочком корня. После помещения его на несколько часов в циркон или корневин, черенок высаживается на рассадочную грядку с легкой почвой. Через 2-3 недели образуются небольшие корешки. Пересаживать молодое растение на постоянное место нужно не раньше, чем через 2 месяца. Буковица обладает качествами, за которые растение становится любимцем и неизменным участником цветника в природном стиле. Например, дуэт с белыми колокольчиками и злаками напоминают зрителю горный лук. Хороша она и для создания прованского стиля. Группа из 5 или 7 посаженных рядом растений полностью создаст иллюзию цветения лаванды. Буковица, посаженная в качестве бордюра, обеспечит его декоративность весь сезон. Вот такое замечательное растение – буквица крупноцветковая. Сажайте ее в своем саду, любуйтесь цветением. С вами был канал Вероника Поливкина. Всего вам доброго, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok